здравствуйте и снова в эфире программа на самом деле университет сегодня 8 декабря и мы решили поговорить о том что на самом деле в магнитогорском государственном техническом университете имени носова обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья о том как это происходит чем наполнены учебные дни мы решили поговорить с нашим гостем это лобанова елена евгеньевна она руководит отделом дистанционного и инклюзивного образования который и помогает ребятам получить профессию с большим удовольствием знакомлю вас с нашим гостем здравствуйте елена евгеньевна здравствуйте елена евгеньевна расскажите нам пожалуйста что такое инклюзия применительно к университетскому образованию вообще в целом инклюзивное образование это такая форма обучения при которой каждый человек вне зависимости от его особенностей может получить образование инклюзивное образование оно предполагает под собой обучение всех студентов совместно в одной учебной группе мы не разделяем отдельно студентов с особыми образователями потребностями и других студентов мы считаем что образование должно проходить совместно это полезно как и данной категории студентов в сфере социализации их адаптации к окружающей среде так и для других студентов они лучше понимают что мы все равны и что нужно относиться уважительно ко всем людям елена евгеньевна а вот когда разговаривают о теме инклюзии используется несколько терминов ограниченные возможности здоровья люди с особыми образовательными потребностями это чем-то отличается да действительно это немножко разные понятия человек может иметь ограниченные возможности здоровья но ему при этом не нужны будет никакие специальные технические средства для обучения в то же время например если у студента диабет ничем не осложненный ему специальные технические средства не нужны поэтому он просто студент с ограниченными возможностями здоровья но там же есть свои истории да чуть большая утомляемость чуть большая эмоциональность да и нужно помочь ему составить более мягкий учебный график чтобы ему было комфортно да совершенно верно скажите пожалуйста а какие профессии получили уже сегодня вот такие студенты с особыми образовательными потребностями вы знаете наши студенты обучаются по различным направлениям на данный момент это более 30 направлений подготовки по программам бакалавриата специалитета и магистратуры начиная от профессии педагога психолога и заканчивая профессии программиста то есть это очень обширный диапазон профессий которые они могут получить в нашем университете как они приходят к вам как заявляют о своей потребности в поддержке вот и сама процедура они когда поступают к нам в университет являются абитуриентами мгту имени носова в приемной комиссии они пишут заявление о том что им необходимы специальные условия обучения и специальные условия для поступления предоставляют необходимые документы в том числе это например справка об инвалидности либо индивидуальная программа реабилитации абилитации мы им создаем специальные условия уже на момент поступления его в университет при необходимости мы можем дать сопровождающего или помощника ассистента Для такой категории студентов время на вступительные испытания увеличивается по закону, и любые технические средства, которые им необходимы, мы обеспечиваем их. Но мне очень нравится, что им помогают еще, когда они только приходят к вам, и вы показываете, что университет доброжелателен и готов их встретить. Ну что ж, давайте посмотрим, как именно проходят учебные дни. Сюжет. Получить первое или второе высшее образование на сегодняшний день в Майтагорском государственном институте для инвалида по зрению, эта возможность существует. И для этого уже сегодня созданы хорошие условия. То есть и техническое обеспечение, и условия доступности в аудитории, в институт. Они созданы, и тьютерское сопровождение, конечно, тоже немалую роль играет в этом вопросе. Доступная среда – это не только пандусы, подъемники, маркировка входных групп и лестничных маршей, необходимыми знаками, но и специализированное оборудование. Например, информационный терминал с тач-скрином позволяет посетителям и гостям университета быстро получить необходимую информацию, не прибегая к помощи персонала. Университет предназначен для людей с нарушениями зрения, имеется функция увеличения экрана, также имеется контрастный режим. Для людей с нарушениями слуха имеется экранный диктор. Продолжение следует... Университет имеет подписку на 8 электронных библиотечных систем, которые снабжены сервисом для слабослышащих. Для незрячих у нас есть особый контент. Его реализует электронная библиотечная система LINE. Мы имеем около 4000 экземпляров по всем УГС. Это укрепленные группы специальностей, которые реализует наш ВУЗ. Для лиц слабовидящих у нас есть специальная лупа. Для слабослышащих у нас есть наушники. А также у нас есть камеры, то есть студент может не только заниматься и готовиться к учебным занятиям, готовиться к написанию курсовых, дипломных работ, но и участвовать в конференциях. Есть в библиотеке каталог говорящих книг для слепых. Каждый желающий может озвучить любое издание по заказу кафедры, на которое обучается студент с особыми образовательными потребностями. Начинаем запись. Шипилова Н.А. Санникова Л.Н. Профессиональная педагогика и технологии профессионального образования. Сотрудники ВУЗа осуществляют сопровождение на всех необходимых этапах при поступлении, обучении и выпуске. В ВУЗе работает сурдопереводчик, которая может оказать необходимую помощь в процессе обучения. Алина Поздеева сейчас готовится сразу к двум важным вещам – к защите диплома и участию в сурдолимпийских играх. Девушка не только успевает хорошо учиться, но и завоевывать медали. Хочу сказать спасибо университету за то, что здесь я могу не только получить хорошее образование, но и заниматься спортом. И на данный момент я готовлюсь к сурдолимпиаде, которая пройдет в мае 2022 года. Надеюсь, что я привезу еще больше медалей и успешно выйду на защиту диплома МГТУ. Такие студенты, как Алина, еще раз доказывают – кто хочет, тот ищет возможности. А в Магнитогорском государственном техническом университете всегда окажут поддержку, чтобы обучение было качественным и доступным. Даже в этих коротких кадрах, которые сейчас мы посмотрели вместе с нашими зрителями, мы отметили, что им комфортно, что никаких таких вот стеснений, затруднений ребята не испытывают. В этом, безусловно, заслуга тех людей, которые встретили их в университете. Это ваш отдел. Можно о нем немножко поподробнее? Кто работает в этом отделе? Ну, вот вы как руководитель и… У меня есть четыре специалиста, которые помогают реализовывать инклюзивное образование. Также отмечу, что у нас есть восемь тьютеров, два помощника по сопровождению, сурдопереводчик, социальный педагог и педагог-психолог. И мы такой большой, дружной командой помогаем создавать инклюзивную образовательную среду, которая удобна для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Давайте еще раз проговорим, для тех, кто не так силен в терминах. Ну, сурдопереводчик – это довольно распространенное, сопровождающий, да. Это, наверное, человек, который помогает передвигаться, преодолеть какие-то дистанции, препятствия. И все-таки относительно незнакомое пока нам слово «тьютер» – это? Тьютер – это такой помощник образовательного процесса. Он может находиться в аудитории вместе со студентом, помогать ему в записи лекций, помогать ему в редактировании каких-то заданий. То есть он полностью сопровождает образовательный процесс. Отлично. Скажите, пожалуйста, у вас сколько студентов с особыми образовательными возможностями? Всего? На данный момент у нас 67 студентов с особыми образовательными потребностями. Это в процентном соотношении примерно сколько процентов от общего контингента? Это менее 1% от общего контингента. И для этих студентов мы стараемся создать все необходимые условия для их успешного обучения. Ну, согласно с вами, совершенно справедливо. Мировой тренд, и Россия не может оставаться в стороне от этого движения. Все люди имеют равные возможности, в том числе на получение профессии. Тем более, мы знаем, что разнообразные нормативно-правовые акты министерств и правительства Российской Федерации также заботятся о людях с особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями. И такая вот интересная фишка, которую все наши зрители уверенно должны взять на заметку. В ряде организаций существует квота на трудоустройство людей со статусом инвалида. Верно? Да, это верно совершенно. Отмечу, что многие студенты после получения диплома о высшем образовании сталкиваются с проблемой о дальнейшем трудоустройстве. И студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не исключение. Отмечу, что большинство таких студентов в нашей университете успешно трудоустраиваются на квартируемые рабочие места. Например, наши студенты с нарушениями зрения успешно работают во всероссийском обществе слепых. И в этом вопросе выигрывают сразу две стороны. Во-первых, работодатель. Когда он устраивает выпускника с инвалидностью или с ОВЗ на квартируемое рабочее место, он получает определенные льготы на налоги и страховые взносы от государства. С другой стороны, студент и выпускник с инвалидностью получают рабочее место. Здорово, что государство нашло тот код, тот подход к трудоустройству, который сбалансирует законы спроса и предложения на рынке труда. И ваши дети, ваши студенты, правильнее сказать, чувствуют себя более уверенно. Это очень правильно. Елена, знаете, вот хотелось бы в студии осудить с вами немножко, может быть, щекотливый вопрос, но не могу его не задать. Иногда, к сожалению, мы видим негативное, но, может быть, не негативное, а несколько ревнивое отношение здоровых людей к тем, кто имеет ограниченные возможности. Ревность – это в части предоставления государством большего числа услуг, сервисов, льгот. С точки зрения христианства звучит ужасно. Ну, как бы, наш ближний, поддержи, помоги. И только то общество здоровое, которое заботится о слабых. Но все-таки, может быть, вы можете привести пример, который покажет, что это вопрос не только гуманизма, это вопрос каждого, заботаясь о себе. Ведь случиться беда может с каждым. Действительно, это так. И даже в нашем университете были случаи, когда студенты, которые к нам поступали, были абсолютно здоровы, не имели никаких противопоказаний, никаких проблем в здоровье. И потом случался нечастный случай, либо это была какая-то травма, либо это какое-то заболевание. И человек переходил в категорию студент с ограниченными возможностями здоровья или вообще в категорию студент с инвалидностью. То есть такие случаи были. К сожалению, в нашей жизни никто не застрахован от того, что может случиться завтра. Что ж, ну тем важнее нам быть гуманнее и с большой добротой относиться к тем бюджетным средствам, которые отдаются на реабилитацию и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотела еще вернуться вот к какой теме. Вот смотрите, мы с вами несколько раз все-таки произнесли слово «инвалидность». С одной стороны, масс-медиа и социальная среда говорят нам, но это не очень хорошее слово, его не нужно применять. Ограниченные возможности здоровья лучше заменить. Но вы, вы вот эксперт, и вы общаетесь с этими ребятами. Про что вопрос? Они ведь приходят на медицинскую комиссию, которая после проведения освидетельствования все равно присваивает им статус. Инвалид первой группы, инвалид второй группы. Так какова их реакция вот на сам этот термин? Вы знаете, некоторые люди, не зная терминологию, ошибочно думают, что ограниченные возможности здоровья и инвалидность – это одно и то же. Но на самом деле группа с ограниченными возможностями здоровья намного шире, чем только группа людей с инвалидностью. И человек с инвалидностью может входить в число людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы со студентами много раз проговаривали именно этот момент, насколько им комфортно, если про них будут говорить, что это студент с инвалидностью. И наши студенты говорят, что в этом нет ничего страшного, потому что это наш медицинский статус, и мы к нему относимся адекватно. — Слушайте, но верно ли говорить, что это и правильно? Мы называем вещи своими именами, мы учимся принимать нашу жизнь, такой, как она есть, во всей широте ее проявлений. Может быть, так мы до сегодня можем говорить? — Да, конечно, я тоже так считаю. — Что ж, мы обсудили, что наше общество готово. Студенты готовы встречаться, общаться, обучаться, невзирая ни на какие особенности своего здоровья. А готов ли технически университет, его пространство, лестничные марши? — Действительно, это очень важный вопрос в сфере инклюзивного образования. Безусловно, наш университет оснащен и пандусами, и специальными гусеничными подъемниками, и колясками. Безусловно, как вы правильно сказали, это специальная маркировка лестничных маршей, специальная контрастная маркировка дверей. Это специальное оборудование материально-техническое для студентов в каждой нозологии. В нашем университете обучаются студенты с нарушением зрения, с нарушением слуха, и с опорно-двигательными нарушениями, и с соматическими нарушениями. И для каждой категории студентов у нас есть современное материально-техническое оборудование. Это и принтер Брайля, это специальные наушники с костной проводимостью, акустические системы, это специальные видеоувеличители, и ручные, и электронные, и лупы, и многое-многое другое. Совершенству нет предела, как говорится, и, безусловно, прогресс не стоит на месте, и по возможности мы всегда стараемся предоставить нашим студентам новое инновационное оборудование. То есть каждый год, рассматривая свою квоту на прием, свой состав обучающихся, вы также просматриваете наверняка и требования к реабилитационному оборудованию, и пытаетесь выбить эти деньги, или федерация российская идет навстречу и свободно финансирует такие статьи расходов? Безусловно, мы и сами закладываем деньги на оборудование, и мы всегда будем рады, если нам окажут финансовую поддержку со стороны. Про оборудование мы с вами поговорили. Видно, что все очень и очень достойно. А насколько готов профессорско-преподавательский состав университета? Ну, поскольку я ставлю себя на место педагога, и одно дело, я читаю лекции, вообще не думая о комфорте и удобстве людей, или где-то я должен приспособиться к какому-то человеку. Да, действительно, это очень важный вопрос, потому что помимо создания безбарьерной доступной архитектурной среды, важно, чтобы профессорско-преподавательский состав и сотрудники ВУЗа также были готовы к реализации инклюзивного образования. Как раз-таки для решения данного вопроса нами на базе Института дополнительного профессионального образования «Горизонт» создаются курсы повышения квалификации в рамках инклюзивного образования, потому что только в совокупности мы можем развивать инклюзивную образовательную среду. То есть вы готовите преподавателей в том числе и психологически к работе с студентами вашими? Безусловно. И преподаватели, и сотрудники должны иметь представление о психологических особенностях таких студентов, о каких-то медицинских показаниях, потому что если вдруг студенту станет плохо, преподаватель должен уметь оказать ему первую доврачебную помощь. Это и многие другие вопросы, которые мы также раскрываем на наших курсах. Очень интересно. А сколько преподавателей прошли уже подобную подготовку? На данный момент практически 90% преподавателей прошли данную подготовку. Таким образом, мы можем сказать, что почти все педагоги готовы к работе со студентами с особыми потребностями в образовании. Да, безусловно. Особенно преподаватели, которые уже давно работают в нашей системе. А в те 10%, которые еще не прошли курсы, это вновь прибывшие сотрудники и преподаватели вуза, которые в скором времени тоже обязательно посетят данные курсы. Давайте еще раз. Это студенты, которые уже зачислены и являются единицей внимания, контроля, помощи и поддержки. А приемная компания, абитуриенты, вот как бы вы рекомендовали поступить выпускникам и их родителям или опекунам, если они знают, что их юный молодой человек, пока еще выпускник, имеет вот такие особые потребности. Что им сделать? Дайте им, пожалуйста, маршрутную карту. Безусловно, они могут позвонить к нам в наш отдел по номеру телефона 835-19-29-8502 и получить всю необходимую консультативную помощь. Они могут также прийти к нам в приемную комиссию. У нас сейчас как раз идет реорганизация, реконструкция, подсоздание доступной среды, создание пандуса. И у нас в приемной комиссии будет отдельный кабинет, специально созданный для такой категории абитуриентов, где им будут оказывать всю необходимую для них помощь. Чтобы подать документы, у нас есть два варианта. Первый – это электронный. Никуда не нужно выходить из дома. Можно отправить нам, заполнив электронную форму, все документы к нам придут. Либо лично. Также у нас экзамены могут проводиться в дистанционном формате. Это очень удобно, если, например, у абитуриента есть нарушение опорно-двигательного аппарата, и ему достаточно тяжело передвигаться. Хотя в нашем университете мы можем ему предоставить услуги ассистента, помощника по сопровождению, который будет за ним закреплен в течение всего процесса обучения в ВУЗе. Скажите, а вот это лучше же все равно увидеть? Наверняка родитель поступит разумно, если придет и увидит все своими глазами. Мне кажется так. Да, конечно. Вы ждете? Да, мы ждем вообще всех. И зачастую и родители приходят к нам сначала знакомиться с нашим университетом, с условиями, которые мы можем предложить их ребенку, студенту, абитуриенту. И затем уже делают выбор, как правило, в пользу нашего университета. Что ж, после нашего разговора и мне понятно, что выбор в пользу Магнитогорского государственного технического университета действительно сильное и правильное решение. Особый отдел, особые средства реабилитации, помощь и поддержка. Все это делается для того, чтобы студенты с особенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья точно так же получили профессию, вышли в мир, работали и наслаждались всеми возможностями жизни профессионала. Спасибо, Елена Евгеньевна, что рассказали нам обо всем этом. И, наверное, мы с вами можем попросить всех зрителей эфира сделать репост этого проекта, чтобы те, кто не увидел его сегодня, обязательно посмотрели и, возможно, показали тем людям, которым он будет полезен. Спасибо вам, спасибо за вашу работу. Вы делаете очень большое дело. До свидания. Спасибо большое. До свидания. И сейчас мы подводим окончательные итоги, о которых рады будем рассказать вам вскоре. Спасибо всем. И наша следующая встреча в эфире состоится 22 декабря. Мы снова поговорим о том, что такое университет имени Носова. Что такое университет на самом деле. До новых встреч.